К сожалению, нужно сказать, что исследования по лучевой терапии при разных подтипах рака молочной железы в настоящее время еще только начинаются. И этих исследований чрезвычайно мало. Вот здесь показано исследование более-менее большой НГНЦ авторов, которые они опубликовали не так давно. И вот они показали, что женщины, которые получили органосохраняющее лечение и обучение при иллюминальном раке А, они имели пятилетнюю частоту локальных процедилов 0,8%, при иллюминальном раке Б 1,5%, и при иллюминальном раке ХЕР-2 8,4%, и при так называемых базальных типах 7,1 типа. Но еще одно исследование достаточно большое, а это ВОДУК и ИСА-авторы, где после органосохраняющего лечения проводилась лучевая терапия, и здесь уже десятилетние результаты. И эти десятилетние результаты показывают, что при иллюминальном раке А имеется 8, десятилетняя частота локальных рецидивов при иллюминальном раке А составляет 8%, и региональных 3. При так называемом ХЕР-2 обогащенном и базально подобных группах рака локальные рецидивы 21,14%, и региональные рецидивы, соответственно, 16,14%. Вот здесь результаты, которые получены НГУИНа с авторами, они представлены в виде таблицы. Как вы видите, красный – это люминальный рак А. Как вы видите, здесь результаты таковы, что применяете вы лучевую терапию или не применяете вы лучевую терапию, вы не достигаете уменьшения количества локальных рецидивов. В то же время при раке ХЕР-2 применение лучевой терапии не дает реального уменьшения количества локальных рецидивов, так же, как и при базально-клеточном раке. Но, тем не менее, применение лучевой терапии считается, что здесь необходимо. Что касается дистантных метастазов при этих люминальных раках, то, как вы видите, наибольшее количество дистантных метастазов получается при ХЕР-2 положительном раке. После, чуть-чуть ниже, это базальные, так называемые базальные типы. И то, что касается, опять-таки, минимального количества дистантных метастазов, это люминальный рак А. Вот, собственно говоря, больше достоверных таких вот данных, которые бы говорили о том, нужно или не нужно применять лучевую терапию при ХЕР-2 и различных типах рака, больших нет. Есть единичные сообщения, но они достаточно значимы. Теперь я бы хотел сказать несколько слов о том, что когда мы говорим, что вот действительно после окончания органосоклоняющего лечения необходимо провести соответствующую лучевую терапию. Вот результаты, как вы видите, 22 рандомизированных исследований. где было 8 с лишним тысяч женщин. Вот первое, это вот если это Н0. Независимо от того, органосохраняющие лечения было проведено или мастектомия, вы видите, что вот здесь применение лучевой терапии эффекта не дает, если Н0. Теперь второй вариант. Если собрать в одну группу всех женщин, которые имеют положительные лимфатические узлы, то, как вы видите, здесь совершенно четко резкая разница количества рецидивов и смертности после того, как проводилась и не проводилась лучевая терапия. Далее вот это очень интересный слайд, поскольку еще буквально 3-4 года назад считалось, что если имеется всего 1-3, или даже 1 чаще всего говорилось, ну, кто-то говорил о 3 положительных лимфатических узла, то облучать подмышку совершенно необязательно, что это никакого эффекта не дает. Но, как вы видите, вот в большом андомизированном исследовании четко видно, что там, где не было лучевой терапии, там количество рецидивов и смертность, она значительно выше. Причем, что самое тоже интересное, и еще несколько лет назад отрицалась ситуация, что даже если Н4, то несовисимо, так сказать, от ситуации, все равно проведение лучевой терапии дает свой эффект. При мастектомии и акселянной диссекции радиотерапия, вот на основе этих данных четко можно сказать, что она уменьшает и чистой рецидив, и смертность от рака молочной железы у женщин с одним-тремя акселянными лимфатическими узлами, даже когда пациент получает системную лучевую терапию. То есть, в принципе, это возврат к тому, что был несколько лет назад, и говорили о том, что очень трудно среди больных раком молочной железы выделить какую-то группу, одну, которая бы на 100% была показана, что лучевая терапия не нужна. Теперь мы очень часто говорим, что да, вот нужна лучевая терапия, и нужно провести обучение региональных зон. Ну, что такое региональные зоны? Вот посмотрите, вот в большом исследовании, где было проведено, так сказать, вот это перспективное исследование по определению лимфооттока от опухоли молочной железы. Вот дренаж парастеринальной лимфоузлы был выявлен почти у каждого пятого пациента, а биопсия парастеринальных лимфатических узлов проведена у 46-4 пациентов, причем позитивными, а узлы оказались у 17,2% пациентов. Но вот у женщин оказалось, что не все так просто, что и почему обязательно надо определять лимфатические узлы сигнальные, что вот у женщин с негативными сигнальными акселянными лимфоузлами парастеринальные узлы при биопсии были позитивными только в 7,8% случаев. То есть определение сигнальных лимфатических узлов безусловно имеет очень большое значение при выборе дальнейшей тактики лечения. У пациентов же с сигнальными позитивными акселянными лимфатическими узлами парастеринальные узлы при биопсии были позитивными в 41% случаев, то есть практически у каждой второй женщины. И, как считает автор, что из-за трудности биопсии парастеринальных лимфатических узлов истинный риск из поражения составлял значительно больше, что они были поражены практически у каждой второй больной. Теперь пациенты, у которых при лимфоцинтографии есть дренаж парастеринальной лимфоузлы и позитивные сигнальные лимфатические узлы имеются, имеется большой риск оккультного влечения парастеринальных лимфоузлов. И вот, как считают хинди и савторы, что вот эти женщины обязательно должны подвергаться обучению парастеринальных лимфатических узлов. И вот они же установили, что при позитивных парастеринальных лимфоузлов 40% опухолей расположены, как вы думаете, в латеральных или во внутренних квадрантах. К сожалению, расположены они в латеральных квадрантах более чем у 40% больных. Ну и вот это наши данные. Те, которые мы проводили и проводим уже в течение многих лет вот вместе с Владимиром Федоровичем, его клиникой по оттоку от опухоли. Как видите, отток от опухоли весьма своеобразен. То есть в том смысле, что у каждой опухоли, собственно, имеется свой вариант оттока. Вот вы видите, что при наружных квадратах в 25% случаев имеется отток в акселярные и суп- и ступорклиарные лимфатические узлы. В 50%, ну это и понятно будет, поскольку это наружные квадраты, это идет отток в акселярные узлы. Однако при наружных квадратах у 12% идет отток не только в акселярные лимфатические узлы, но и в парацинальные лимфатические узлы. И кроме того, у 14% этот отток идет в акселярные, супорклиарные лимфатические узлы и тоже в парацинальные лимфатические узлы. Таким образом, для того, чтобы правильно выбрать тактику лучевой терапии при тактику лучевой терапии после проведения органосохраняющей операции, то безусловно необходимо четко знать, куда и как происходит отток у той или иной больной. Потому что в противном случае выбрать правильно объем облучения невозможно. Ну и вот здесь суммирование вопроса о том, куда идет отток изнутренних квадрантов. Видите, у 14% изнутренних квадрантов он идет в акселярные узлы и в парастональные лимфатические узлы. У 27% он идет в акселярные и опять-таки в узлы, расположенные непосредственно за гладиной. И дальше уже в 24% отток идет в акселярные и субпокриткулярные лимфатические узлы или в акселярные, если есть, касается наружных квадрантов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Вам вопрос, пожалуйста. Какие Вы методики использовали для определения вот этого оттока? Это радиозатопная какая-то методика, которую Вы использовали? Разумеется, никакой другой, кроме радиозатопной методики. Для того, чтобы определить отток от опухоли, провести лимфосфинтографию, в принципе, не может быть использована. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Позвольте тогда, если нет еще вопросов, немножко подготовить. Да, все. Спасибо, Сергей Алексеевич. Можно садиться. Конечно, когда мы вот на примере одной из наиболее агрессивных опухолей рассмотрели... Следующий, пожалуйста, садиться. Все. Рассмотрели как бы проблемы неводевантового лечения. Но если взять еще другую высокоагрессивную опухоль, трижды негативную опухоль, и там нет, в принципе, пока подходов и таргетной терапии. Поэтому, к счастью, при сердопозитивных опухолях есть те антидоты, те препараты, где можно исправить ситуацию. Когда говорили о плохих результатах, значит, в основном это пациенты, не получавшие таргетной терапии, дополнительно химиотерапии и лучевой терапии. Конечно, неводевантовое лечение это проблема очень сложная. Это мы там говорим, так, приводя работы какие-то. Это сложнейший выбор, который от правильного выбора и планирования всех этапов зависит судьба пациента. Поэтому, когда мы говорим, тем более, о хирургическом этапе, о органосохраняющих операциях, то надо иметь в виду, что здесь должна быть очень четкая отчет и оценка методов изображения, как фактически располагается опухоль, какие размеры, мультицентричность, мультифокальность и реакция на проведенный ответ на это лечение. Если будет недооценка, может быть, выбрана избыточная хирургия. Но не так страшно, когда выполняется органосохраняющая операция при неправильной оценке методами изображения. Почему мы в институте наряду с маммографией, как ключевым методом, ультразвуковым исследованием, эластографией, мамосынтиграфией, применяем там все МРТ. Завтра будет целый день посвященный методам оценки изображения опухоли в ходе лечения в том числе. Так вот, существует такой коэффициент корреляции. Выясняется, что во многих центрах и клиниках клиницисты чаще дают полный ответ на лечение, чем методы изображения, чем фактически патоморфологическая оценка. Как правило, она меньше единицы. То есть патоморфологи естественно, точнее определяют полный регресс, по частоте полных регрессов. Но когда мы говорим об органосохраняющей хирургии, то мы понимаем, что те пациенты, которые перешли с любой категории, Т2 или Т4, до категории Т1, Н0, это уже показания к выполнению органосохраняющей операции. Не обязательно достижить полного регресса, то есть Т0, там, Н0, или потом, что может быть превратиться Ю, там, Т0, и инситу, инситу тоже, как Анна Сергеевна сказала, что это фактически тоже полный регресс. Но дело в том, что когда вот эта оценка критериев фатоморфологов в отсутствие инвазивных окрашенных клеток, то есть отсутствие инвазивных клеток в окрашенном крае препарата, имеются в виду те центры, где сразу после операции выполняется радиография препарата и оцениваются все края. Значит, такая методика, она, в общем-то, редко применяется в России, потому что мы, патолог оценивает только те края, которые он видит. в одном срезе. А там делается, значит, каждые там 5 миллиметров многочисленные срезы и оцениваются края всех, так сказать, и всех очагов, и в том числе переличные опухоли. Таким образом, высока вероятность, и это признает И.У.М. Диандесов центр, ложноположительные оценки полного морфологического регресса. Вот почему в этой работе Картозар, которая оценивала, высокую частоту полных регрессов в трижды негативных опухолях и ХР2-позитивных, когда применялся герцептин, что, к сожалению, пока еще нельзя признать вот этот критерий как суррогатный критерий высокой выживаемости. То есть, для пациента это действительно как бы сопровождается, но для оценки препаратов лекарственных нет. Величина вот этих отличий только в одной или двух работах на АХ и еще в какой-то одной условиях рандомизации совпадает с высокой выживаемостью. Здесь еще надо очень много сделать, чтобы давать точную оценку морфологическую, методов изображения клинические, правильного и выполнение лучевой терапии, обозначение ложи опухоли и так далее. То, что Сергей Васильевич говорил. Дело в том, что назревает как бы такая тенденция, что многие пациенты, особенно после 70 лет, при люминальном вообще ничего не выигрывает от лучевой терапии. То есть, она вообще не нужна. Хотя раньше это категорически ответствовалось. И вот Сергей Васильевич тоже показал, что при люминальном в общем-то никаких ни частота рецидивов, ни выживаемость никак не меняется. А нагрузка колоссальная. Поэтому сегодня вот говоря как бы на примере самой агрессивной опухоли, рассуждая о невероятном лечении, надо иметь в виду, что это очень сложное направление, требующее высокой квалификации специалистов, занимающихся диагностикой, клиницистов, химиотерапевтов, но у нас хирурги и остальных химиотерапевтов, хирургов, патоморфологов и, возможно, экспериментаторов оценкой генетических и так далее. Но, тем не менее, многое сделано. Получены убедительные результаты, по крайней мере, для вот такой опухоли экспрессии, высокой экспрессии СН2, высокой амплификации. И, прежде всего, показано, что без таргетной терапии результаты традиционно плохие и ничего, так сказать, не меняется, много рецидивов. Добавление одного из препаратов, тростозумаба, улучшает результаты, проект НОАХ, который лидером является наш институт, между прочим, добавление второго блокатора пертозумаба или там биодайма еще более усиливает терапию и у половины пациентов достигается полный морфологический регресс. Ну, будем надеяться, что последние, значит, вот эти исследования экспериментальные мы получим те предикторы, когда не следует применять таргетную терапию. Потому что она неэффективна. Когда мы смотрим не адъювантное лечение, там видно, а наибольшее показание таргетной терапии является адъювантное лечение, профилактическое после операции. Вот здесь мы не знаем, кому мы правильно назначим терапию. Если появятся вот эти предикторы, предсказатели низкой эффективности таргетной терапии, тогда будет поиск других препаратов, других таргетных препаратов вместо этих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok